Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 126 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат, вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Итак, сегодня в программе. Когда сериал «Дочь посла» сделает финал, не закроют ли его досрочно? Какой статус имеет Ханде Эрчиль в Турдизи? Является ли она суперзвездой? Статус и перспективы звезды сериала «Неверный» Мелис Сёзен в турецком шоу-бизнесе. Новые проекты – Барыша Ардуча, вернется ли он на телевидение? Потеряют ли турецкие сериалы свою самобытность, став американской копией и, кого можно считать, суперзвездой турецкого экрана? Итак, мы начинаем. Вопрос. Смотрю сериал «Скорпион» из-за Юсуфа Чима. Уж очень жалко его, никак ему не удается зацепиться в хите. Но если все-таки сериал провалится, его карьера пропадет совсем или игра в этом сериале уже оценена хорошо и Надежда будет его увидеть в новых проектах. Сериал уже провалился, к сожалению, и его держат в эфире только потому, что телеканалу «Стар ТВ» просто нечего поставить ему на замену. Что касается Юсуфа Чима и других актеров, сериалы в Турции проваливаются слишком часто, чтобы ставить крест на актерах, которые в них снимаются. Если у каждого актера будет крест в карьере из-за того, что не случился сериал или не случились сериалы, то в конце концов играть в турецких сериалов будет просто некому. Слишком много сейчас проектов готовится и для телевидения, и для цифровых платформ. Я уже говорила об этом. И работа для актеров всегда найдется. То есть не нужно унывать, не нужно делать слишком поспешные выводы о том, что все, карьера погибла. Если Юсуф хочет продолжить работать в сериалах, он продолжит работать. Другое дело, что, естественно, зарплата у него будет не очень высокая, поскольку действительно он неуспешный актер. Вопрос. Есть ли новые проекты у Улаша Туна СТП и как у него с вечной жизнью? Улаш достаточно закрытый человек. Я знаю, что у него есть возлюбленная. Единственный раз, когда он засветился с ней, это когда он немножко выпил, прыгнул на крышу машины и кричал, что он сильно влюблен. Ну, такой романтический, глупый жест. Но, по-моему, это было достаточно мило. Показало, что он все-таки человек. Но обычно он очень закрыт и не хочет светить свои отношения. Не хочет, чтобы его фотографировали вместе с девушкой. Что касается новых проектов, он готовится к сериалу Барбаросса. По слухам, сериал начнут снимать в конце марта. Но точно это или нет, я пока сказать не могу, поскольку откладывался сериал, как вы знаете, уже очень много раз. Он будет играть как раз младшего брата Энгина Алтана Дюзятана, Хайредина Барбароссу, будущего адмирала Турецкого флота и одного из самых известных мореплавателей Турции. Вопрос. Правда ли, что сериал Дочь-Посла закрывают из-за рейтинга и 41 серия будет последней? Рейтинги сериала Дочь-Посла действительно снижаются, но снижаются очень плавно и вообще-то снижаются у всех сериалов сейчас, поскольку начинается уже весенний сезон. И в это время у всех сериалов начинается снижение рейтингов. К лету обычно закрывают сериалы, делают перерыв, именно потому что рейтинги становятся недостаточно хорошими у всех сериалов. То есть в данном случае речь идет не только о Дочери-Посла. Что касается сериала Энгина Акюрека и Тубы Бьюкистон, он продан во многие страны мира уже. Еще дополнительные продажи пошли из-за того, что Туба присоединилась. Она подписала контракт на участие в 13 сериях, и эти 13 серий будут сняты. То есть сериал завершится в мае. Никакого досрочного закрытия не планируется. Съемки начались, но это не продолжение сериала. Это ремейк сериала «Арабский», который делает та же самая компания. Дело в том, что компания «Утри Медиа», которая снимала сериал «И в печали, и в радости», принадлежит арабским инвесторам. И они заказали второй сериал на ту же тему, но, естественно, с другими актерами. Вопрос. Как идет сериал «Последнее лето»? Будет ли второй сезон? Сериал идет не очень хорошо, прямо скажем. Хотя это не полный провал. Если бы сериал шел на телеканале «Стар ТВ» или на телеканале «Д», то он бы имел полный сезон, но вряд ли с такими рейтингами он бы пошел на второй сезон. Но на телеканале «Фокс ТВ» есть огромная проблема. Они заказали очень много сериалов, и теперь решают, какой сериал убрать из эфира, а какой оставить. Поскольку у них еще дополнительные сериалы есть в проекте, и их тоже куда-то надо ставить. Может быть, закроют, может быть, продолжат. В данном случае я ничего предсказать не могу, но второй сезон точно с такими рейтингами не будет. Вопрос. Сериал «Мафия не может править миром» идет уже несколько лет, и такие хорошие рейтинги. В чем секрет этого успеха? У них ведь прекрасный АБ. Сериал «Мафия не может править миром» – это что-то вроде турецких ментов. То есть он пользуется популярностью у определенной группы населения, которая любит криминальные истории. Прекрасный сценарий, прекрасная режиссера, прекрасные актеры дают необходимый эффект. Никакого особого секрета нет. Нужно просто иметь хорошую историю, вот и все. И поскольку очень много актеров, которые снимаются в сериале «Мафия не может править миром», раньше снимались в сериале «Долина волков», это можно считать, скажем так, неофициальное продолжение в каком-то смысле «Долины волков», которое является одним из самых популярных сериалов в истории Тордизи. И я думаю, с такими рейтингами этот сериал будет идти еще очень много лет, поскольку мафиозные истории могут развиваться бесконечно. Бесконечно меняются враги, бесконечно появляются какие-то проблемы у мафиози, и с этими проблемами они регулярно борются. Более того, можно менять актерский состав, поскольку, естественно, у мафии достаточно большая текучка, кого-то убивают, кто-то приходит, кто-то садится в тюрьму и так далее. То есть в таком формате сериал может продолжаться 10 лет, как, например, сериал «Опасные улицы», который делают, в общем-то, по такому же рецепту. Какое положение в Турции у Ханде Эрчель? Есть ли какие-то хиты, супер-хиты с ней в главных ролях? Ханде – звезда. Причем большая звезда, но она звезда скорее социальных сетей. 19 с лишним миллионов пользователей, которые следят за ней в Инстаграме, это, конечно, очень серьезная цифра. Она звезда рекламы. Она звезда летнего сериала «Постучись в мою дверь». Я уже говорила об этом. Летний хит. Но, к сожалению, в основной сезон он немного сдал своих позиций и сейчас является просто средним сериалом, который, кстати, успешно продается за рубеж. Это очень важно для того, чтобы удержать сериал в эфире, несмотря на то, что рейтинги, может быть, и не устраивают телеканал. Но в ее карьере нет хитов и нет супер-хитов основного сезона. То есть, кроме «Постучись в мою дверь», который оказался, в общем-то, скажем так, успешным, в ее карьере нет больших работ. Я знаю, что кто-то начнет мне говорить, что я смотрела «Дочери Гюнеш» с ее участием, и это был хит. Нет, это был летний сериал. Сначала был хорошим, интересным, популярным, затем сдал и был закрыт из-за рейтинга. Собственно, то же самое случилось и с «Любовь не понимает слов». Сначала он шел достаточно успешно летом, но летом и конкуренция гораздо ниже, а в основной сезон стулся и в конце концов был закрыт из-за, опять же, низких рейтингов. Я надеюсь, что с «Дверкой» такое не случится. Сериалы, которые снимались более серьезные, с ее участием, например, «Черная жемчужина» или «Кольцо», а «Зизе» также были закрыты из-за низких рейтингов. То есть, пока в ее карьере нет хитов или суперхитов основного сезона, но, тем не менее, она считается одной из самых ярких звезд турецкого эфира, именно благодаря своей красоте, харизматичности, обаянию. Посмотрим, как будет развиваться ее карьера в дальнейшем. Я думаю, что она не пропадет, и, в конце концов, суперхит в ее карьере случится. Вопрос. Для создания турецких сериалов какую музыку используют? Сочиняют специально для сценария или берут уже написанную для других фильмов? Вообще-то и берут, и сочиняют. Обычно оригинальный саундтрек к сериалу пишется, а какие-то мелодии, музыка, песни берутся не только из фильмов, но и у поп-певцов различных, в том числе и зарубежных. Кавер-версии исполняются. В общем, вариантов достаточно много. Но обычно саундтрек у любого приличного турецкого сериала пишется специально для этого сериала. Вопрос. Какой статус имеет сейчас Мелисся Зен? Восходящая звезда. Пока у нее нет успешных сольных китов в карьере, но в сериале «Неверный» она показала себя достаточно громко и понравилась очень большому количеству зрителей. Так что я думаю, следующая ее работа будет уже сольник и, надеюсь, успешный, поскольку ее первый сольник, сериал «Пятно» оказался не очень успешным. Посмотрим, как сложится ее карьера, куда она пойдет, но пока она находится в статусе восходящей звезды турецкого экрана. Вопрос. Чем занимается Хатидже Шиндиль? Хатидже вернулась на экраны в новом сериале историческом, который называется «Пробуждение. Великие Сельджуки». Он выходит по понедельникам и является одним из главных хитов турецкого эфира. В этом сериале она играет отрицательный персонаж, но очень сильный. Сильная женщина, которая станет регентом при своем малолетнем сыне после смерти мужа Меликшаха и будет сражаться за власть со своим пасынком Сенжером. Мужа играет Гура Гулсой, а Сенжера пасынка играет Экин Куч. Очень интересный сериал, я рекомендую посмотреть. Вопрос. Правда ли, что у Пынар Денис намечается новый проект? Сейчас Пынар Денис снимается в сериале «Красная комната». После этого сериала наверняка у нее будет новый проект. К сожалению, сериал «Конкуренция» отменили и она сейчас подыскивает себе другую работу. Вообще, очень часто актеры, которые снимаются у Анура Гевенатама в сериале «Красная комната», затем находят работу у этого же продюсера уже в главных ролях в других сериалах. То есть, возможно, она договорилась с продюсером на работу в «Красной комнате» и затем продлить с ним контракт на работу уже в новом сериале. Я такого исключать не могу. Посмотрим. Сериал «Клуб» снимают или его закрыли? Много было шума из ничего. У Барыша Артуча больше нет новых проектов? Я думаю, вы очень любите Барыша Артуча, если задаете такой вопрос. Сериал «Клуб» снимается для Нетфликс. У Нетфликс совершенно определенная политика. Они не рассказывают о сериале, так как это принято делать у турков. Они снимают сначала сериал, а затем уже начинается рекламная кампания. Сейчас сериал находится в работе. Они уже вышли на съемочную площадку. То есть, все идет по плану. Но пока этот сериал полностью не снимут, пока они его не сделают постпродакшн, что занимает, в общем-то, достаточно много времени у Нетфликс, ничего вы о нем не услышите. И это совершенно правильно, я думаю. Поскольку подавать не готовое блюдо, это не очень правильно. Хотя у турецких, конечно, продюсеров совершенно другая политика. Они выкладывают буквально каждый шаг. После того, как сериал будет завершен, скорее всего, Барыш вернется в сериале на телевидении. Сейчас он ведет переговоры с продюсером Эмре Конуком. Этот продюсер делает очень большой хит «Пробуждение великие сельджуки». И, по слухам, может быть, Барыш сыграет там одну из главных ролей. Либо же это вопрос о другом сериале, в котором, может быть, он будет сниматься. Продюсер Эмре Конук готовит сейчас сериал о Аль Парслане. То есть, вариантов два. Или же Барыш пойдет куда-то еще. Но без работы он точно не останется. Так что не переживайте. Что вы думаете о сериале «Пустота»? По-моему, очень качественный, но совсем непривычный продукт для турецкого кино получился. Судя по уже вышедшим семи сериям, в Турции он все же популярен. Иначе бы его сразу закрыли. Это так? Нет, это не совсем так, поскольку сериал делается для цифровой платформы «Экзен». А у цифровых платформ, хоть турецких, хоть зарубежных, принято сначала снимать сериалы, затем ставить в эфир. Правда, у «Экзен» немного другая логика. Они снимают параллельно с показом, но, тем не менее, они не бросят сериал наполовину из-за, например, низких рейтингов, как это делается на телевидении. Поскольку им платят деньги подписчики за то, чтобы смотреть сериал. То есть, как таковых рейтингов у них нет. Они будут снимать сериал, пока он будет интересен подписчикам, а не рекламодателям. Это немного другой подход. Снят первый сезон будет, и уже заказали второй сезон. То есть, сериал, видимо, подписчикам платформы понравился. Но в прессе и вообще в социальных сетях не очень много о нем информации. Видимо, он предназначен для достаточно узкой аудитории, которая, тем не менее, имеет право на существование. Ей нравится именно этот проект. И цифровые платформы, я уже говорила об этом, позволяют охватить не всю аудиторию целиком, а именно конкретного зрителя, которым нравится то, что может быть общей массе и не очень понравится. И это, конечно, преимущество цифровых платформ. Вопрос. Случайно наткнулась на сериал в ожидании солнца. Раньше не смотрела ни одного турецкого фильма. Я так прилипла к нему, что все 54 серии посмотрела на одном дыхании. Часто читаю комментарии, что актеры Керем Версин и Ханде де Андемир не друзья сейчас. Что могло случиться? Обычно все после фильма общаются между собой. Так все правдиво сыграли в фильме. Многие недоумевают, что же случилось. А так хочется, чтобы они сыграли главных героев в каком-нибудь еще проекте. Я понимаю, что когда первый раз смотришь турецкий фильм про любовь, кажется, что все натурально. Кажется, что актеры играют любовь, потому что влюблены. И, скажем так, эйфория есть. Затем, когда смотришь уже второй, третий, четвертый, пятый сериал, понимаешь, что это все-таки игра. И на самом деле никакой влюбленности нет. Да, бывают сериалы, которые захватывают душу. И все равно хочется воспринимать не только актеров, но и героев этих сериалов как живые персонажи. Но на самом деле это просто игра. Это очень хорошая актерская игра. Не обязательно быть влюбленным в свою партнершу или своего партнера для того, чтобы убедительно передать чувства на экране. Вообще, Великая Раневская говорила, что плохие актеры все чувствуют, средние актеры чувствуют, но мало, а гениальные актеры не чувствуют ничего. Для того, чтобы сыграть любовь на экране, любить не надо, поскольку кино это все-таки великая иллюзия. Так что Керем и Ханде действительно не общаются сейчас, но они не враги, они просто коллеги, которые поработали вместе, разошлись, они могут вернуться в какой-то проект совместный, опять будут работать. То есть никаких проблем между ними нет. Это всего лишь работа и всего лишь деловые отношения. Да, есть партнеры, которые продолжают дружить после окончания сериала, но на самом деле это случается достаточно редко. Обычно все-таки люди работают и затем расстаются, идут своей дорогой. Вопрос. Сами актеры следят за рейтингами своего сериала. Очень часто задают вопрос актерам, как вы относитесь к рейтингам, и все они начинают кокетничать, говорят, ой, да меня рейтинги не волнуют, я вот о работе думаю, о том, чтобы заниматься творчеством и так далее. Но, конечно, все следят. Если не будешь следить за рейтингами, можешь в один прекрасный момент прийти на работу, а тебе скажут, извините, работы уже нет. Поэтому, естественно, все в курсе того, что происходит и как себя чувствует сериал в эфире. И не только актеры следят, но и менеджеры актеров следят, и даже стилисты актеров следят. То есть огромная индустрия, которая работает вместе с актерами, они все зависят от этих рейтингов, будет у них завтра работа или нет. Это все зависит именно от рейтингов. Поэтому, естественно, каждое утро, 10 часов, это самый стрессовый момент, наверное, у всей индустрии, когда открывают и смотрят рейтинги сериалов. Вопрос. Правда ли, что Азгю Кая и Бурак Сердар Шанал расстались? Есть ли новые проекты у Бурака? Действительно, расстались. Объявлять об этом не стали, но удалили все свои фотографии совместные в инстаграме, что, в общем-то, всегда указывает на то, что пара распалась. Пока о новых проектах Бурака я не слышала. Вопрос. Когда начинает и заканчивается сезон именно в Турдизе? Сезонов два. Основных – это летний, когда демонстрируются летние сериалы легкие, и в эфире очень мало сериалов. Может быть, 5-6 всего проектов идет. И обычно это достаточно легкие сериалы, которые не обременяют турецкого зрителя. Летом не очень любят смотреть тяжелые вещи. И основной сезон. Основной сезон начинается в сентябре и заканчивается в мае-июне. Это очень сильно зависит от того, совпадает ли этот сезон с праздниками. Если идут религиозные праздники, вот как сейчас будет в мае, праздники буквально выпадают именно на май, естественно, на праздник вряд ли кто-то будет сидеть и смотреть сериалы. Это не очень удобно. Поэтому сезон закончится чуть-чуть пораньше. Но обычно все-таки сезон заканчивается в июне. И практически всегда последние серии сезона имеют более низкие рейтинги, поскольку все, зрители уже уходят, они уже расслабились, уже лето, солнышко, и они отправляются куда-то отдыхать. Перед телевизором сидеть уже не очень хочется. Но, естественно, в прошлом году и в этом году все смешалось из-за пандемии. Сезон закончится пораньше, в мае где-то, может быть, даже где-то в начале мая закончатся. Основные сериалы уйдут на летний перерыв. Ну, а летние сериалы начнутся в июне. Вопрос. Чем меньше влияние американского кинематографа на турецкий, тем лучше. Исчезает деликатность, красота отношений, пусть даже идеализированных. Национальный колорит. Но деньги все решают, к сожалению. Деньги зависят от зрителей. Если зрители не хотят что-то смотреть, это что-то уходит. Все зрители турецкие очень любят эпоху Ешельчам, старое кино. Оно тоже с национальным колоритом. Но сейчас они его уже смотреть не будут. Если, например, завтра снимут такой фильм, как снимали в эпоху Ешельчам. В данном случае все зависит от вкуса зрителей. И вкусы зрителей очень сильно меняются. Знаете ли вы, что по последним опросам только 2% молодых людей, то есть в возрасте до 20 лет, приходят на цифровые платформы для того, чтобы смотреть турецкие сериалы. Они выбирают американскую продукцию. Всего 2% смотрят турецкие сериалы на цифровых платформах. То есть остальные 98%, они вообще не хотят этого видеть. Не хотят видеть длинные сюжеты, не хотят видеть деликатность, красоту и так далее. Через 10 лет этим 20-летним уже будет под 30 лет. Но и вкусы уже не поменяются. Для них те сериалы, которые любите вы, с деликатностью, национальным колоритом и все, это эпоха Ешельчам. Да, они хорошие, они интересные. Но для нас это уже как бы не очень актуально. Поэтому приходится турецким продюсерам подстраиваться под вкусы своего зрителя. А зритель выбирает именно американский стиль. Вопрос. Одно время новости пестрели о личной жизни Тубы Вьюгюстун и ее последним возлюбленным. Сейчас все поутихло. Чего не могу сказать о Берджи Акалай. Хотя в интернете мелькают ее фотографии с некими мужчинами. Это значит, что у нее достаточно спокойная личная жизнь. Или то, что она не суперзвезда и ее личная жизнь никого не интересует. В Берджи Акалай достаточно известная актриса, звезда. Так что ее личная жизнь все-таки интересует зрителей. Но она не Туба Вьюгюстун. Туба все-таки суперзвезда. И вы совершенно правы. Личной жизнью суперзвезд интересуются куда больше. Но, кстати, с Умутом и Вергеном она рассталась. Новых отношений у нее нет сейчас. У Тубы Вьюгюстун. Поэтому никаких, собственно, историй о ней сейчас и вы не услышите. Вопрос. Скажите, чем занимается сейчас Халид Эргенч? Новые проекты? Я знаю, что Халид искал для себя новый проект. То есть он хотел вернуться. А Бергюзар Карель, она не хотела возвращаться. Она хотела побыть с детьми. Но получилось все наоборот. Бергюзар предложили очень хороший проект, который называется Кровавый выпуск. И он будет демонстрироваться на цифровой платформе Экзен. И она согласилась. Несмотря на то, что она уверяла, что она ни за что не согласится. Она хочет в пандемию побыть дома. Но, знаете, как говорится, если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. И Бергюзар действительно призналась, что поскольку интересный очень оказался сценарий, она решила изменить свое мнение. А вот у Халиды такого интересного сценария пока нет. И он не хочет возвращаться, лишь бы вернуться. Да, ему это, собственно, и не надо. Он суперзвезда турецкого экрана. И он вернется, когда ему предложат что-то стоящее. Но пока, увы, такого ничего нет. Вопрос. Часто слышу выражения о суперзвездах турецкого кино. Но кто они? Информацию не нашла. Подскажите, пожалуйста, кого же к ним причислили? Я довольно часто рассказываю о суперзвездах турецкого кино. Но, видимо, в предыдущие мои выпуски вы не смотрели. Суперзвездой турецкого экрана Турдизи может называться актер, в карьере которого имеются суперпроекты. Причем эти суперпроекты, обычно это сериалы, но бывают и фильмы, они должны хорошо пройти и в Турции, и за рубежом. Вообще нельзя стать суперзвездой, рассчитывая только на внутреннюю турецкую аудиторию. Например, Араз Булута и Немли, у которого прекрасно шел Чукор, долгое время не мог попасть в эту высшую лигу, поскольку за границей его не очень хорошо знали. Знали как одного из актеров, который снимался в великолепном веке, но этого недостаточно. Но когда вышел на Netflix его фильм «Чудо в седьмой камере», он сразу перешел на совершенно новую ступень. Он действительно стал настоящей суперзвездой. Почему это так важно? Любой продюсер, который берет сейчас актера, свой сериал, он рассчитывает продать этот сериал за рубеж. А сериалы за рубеж продаются именно благодаря актерам. Зарубежные покупатели всегда смотрят на то, кто снимается в сериале, и смогут ли они этих актеров продать своим зрителям, грубо говоря. И поэтому, чем большая звезда снимается в том или ином сериале, тем лучше продажи за рубеж, чем лучше продажи за рубеж, тем более выгодно работать продюсеру. Но, естественно, таких звезд в Турции не очень много. Среди актеров мужчин можно назвать Халита Эргенча, Мурата Элдырыма, Кинана и Мирзалеолу, Чаатая Улусоя, Кыванча Татлытуа, Араса Булута и Инемлик и некоторых других. Среди женщин это Берен Саат, Тубаби Юкистун, Хазал Кая, Бергюзар Карель и некоторые другие. Я понимаю, что сейчас мне начнутся масса комментариев под этим видео о том, что вот почему вы не назвали эту актрису или этого актера. Вот они у них хороший проект, они очень популярные, и они действительно суперзвезды. Но один хороший проект еще не делает актера суперзвездой. Очень часто актеры снимаются в популярном проекте, а следующие проекты проваливаются, и они остаются на среднем уровне. Для того, чтобы подтвердить свой статус суперзвезды, актеру приходится очень много и активно трудиться. И этот статус постоянно нужно подтверждать своими новыми работами. Плюс сейчас статус суперзвезды обязательно нуждается в цифровой подпитке, поскольку цифровые платформы, которые сейчас приходят в Турцию, они рассчитывают тоже на суперзвезд. И подписывают контракты именно с суперзвездами для того, чтобы показать эти фильмы, сериалы по всему миру, таким образом привлечь дополнительную аудиторию. Сейчас, если у тебя нет контракта с цифровой платформой, значит ты, в общем-то, уже и не совсем суперзвезда. Хотя, конечно, есть исключения. Например, Бурак Ащевит не может сейчас сниматься в сериале или фильме на платформе, просто потому, что у него эксклюзивный контракт на «Османа». И в течение последующих 3-4 лет он будет занят на телевидении. Если бы этого контракта не было, он наверняка бы ушел на цифровую платформу. Это, как говорится, и не обсуждается. Этим летом мы будем наблюдать очень интересные вещи, я думаю. Очень много актеров, которых вы прекрасно знаете, объявят о своей работе на цифровых платформах. И чем крупнее будет проект, чем большее количество денег, чем более известные режиссеры продюсерской компании будут снимать эти проекты, тем ярче, можно сказать, звезда. Например, Netflix только что заявил о том, что они будут делать международные проекты с турецкими актерами. То есть турецкие актеры вполне могут стать частью, например, американских сериалов или английских. Кто приходит в голову, прежде всего, Халит Эргенч. Он прекрасно знает английский язык, он начинал свою карьеру на Бродвее, и, кроме того, он суперзвезда турецкого экрана. А раз будут иным ли, после успеха грандиозного его фильма на Netflix «Чудо в седьмой камере», естественно, после завершения работы в Чукури, скорее всего, примет участие в таком проекте. Летом, кстати, у Демета Сдемир будет фильм на одной из цифровых платформ. Я думаю, эта платформа всем понятна. Это будет Netflix. Энгина Кюрек, который заканчивает работу в сериале «Дочь посла», наверняка также пойдет на международную платформу, тем более учитывая его огромную популярность в Латинской Америке. То есть, я думаю, что постепенно суперзвезды турецкого экрана переместятся из телевидения на интернет-платформе, а мы будем за ними наблюдать. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим выпуском. Я пытаюсь найти на них ответы. Иногда отвечаю прямо под видео. Посмотрите, может быть, ответ я все-таки вам дала. Я напоминаю, что мы с вами встречаемся по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч!